Субтитры сделал DimaTorzok Мы с Санатом купили стабилизатор за двадцатку И купили микрофон За сколько он стоил? Восемь тысяч Сколько? Вот это восемь косарей стоило? Реально? Блин, он лучше бы работал на восемь тысяч Так что, ребята, вот за это сразу лайк Я не знаю, какой это влог начинается Но это какое-то начало из влогов Поэтому сразу лайк, потому что Сколько нас просили микрофон какой-то типа? Ну вот сейчас денег заработали, купили Только я еще не совсем разобрался, как чанной пользоваться И поворачивать Зато типа стабилка, да, ебнутая? Ну так вот дергать На, микрофон, смотри, микрофон Купили мохнатку за восемь косарей Сейчас, ребята, вставим микрофон и разницу почувствуется Прям в лайве, в лайве Представь в лайве, брат, чтобы сразу звук изменился Эй, не ломай стабилизатор, он двадцатку стоит Реально изменилось что-то? Лучше взбал, но мы сейчас-то не чувствуем Мы-то не знаем реально этого Прикинь, он лучше стал Ты можешь шашки снимать, типа Типа у меня такая чанда в руках огромная Так, что поехали, типа за тачкой, твоей интересной Даже стабилизатор в шоке, бля Дамы и господа, я представляю вам человека, которому насрать Короче, мы еще с Сунатом поняли, что микрофон этот Залупа коня реальная Он не работает Ладно, давай серьезно, мы с вами зачем приехали? Ты говори, какая-то тачка крутая есть Пока Сунат безделит, что, короче, я нашел тачку Я выложил в сториз тачку За шесть минут мне дали ее локацию, типа Быстро нашли, оперативно Эта тачка в нулевых, типа Сейчас расскажу Интересно, Сунат до этого ее никогда не видел вживую Я тоже, на самом деле Готов? Давай, показывай, давай, ревил делай ревил Давай, вот так вот, кидай камеру туда Ни хера Она вся карбоновая Да никакой она карбоновая Не трогай, брат Она стеклопластика Это корветт Какого-то, надо панерам пробить Я сюда вставлю вот такую чанду И там будет показано, какого она года, какой мотор И так далее Но это корветт Иди сюда, погоди, погоди, там жопа самая интересная Это корветт Он полностью кастомный Я сейчас вставлю фотки, когда она еще в нулевых ездила Эта машина в нулевых Там, ну, насмотри эту силу Там, на ДШ, там, и так далее Она, ну, это давно было Она, по-моему, в последний раз Пять лет назад, по-моему, выезжала Насколько я знаю Ну, именно выезжала Где-то, смотри, стояла и так далее В нулевых На ней мужик ездил Кайфовал У него номера такие же Все время стояли Все где-то... 20 лет у него такие номера стоят уже Диски тормозные вообще закиснели Все, конец, короче Суть в чем? Это кастом, типа Естественно, она так завода никогда не выглядит Завода, эта машина я сейчас ставлю Как выглядит корветт 99-го года Вообще вот так выглядит И как эта машина выглядит? Мишлен, смотри, какая резина старая Мишлен, типа Что за резина вообще такая, да? Красивая резина, брат, или не красивая? Нормальная Нормальная, говорит У него такой вот Салон перешитый, скорее всего Желтый Скорее всего перешит Смотри, строчка, видишь, желтая Давай покажем ее жопу теперь Вот отсюда уже бэтмобиль какой-то, видите? Выхлыл, кстати, 4 трубы, как на BMW M4 На новой, видел? Все подъебывают Типа, вот еще в 99-м году делали В 99-м году Там камера, смотри, есть на рамке Ну вот, короче, вот такая вот машина стоит Офигеть Заброшенный реально суперкар в России стоит Так, ребята, бывает, что Вот сначала машина в нулевых кайфует, ездит У владельца есть время, деньги на нее А потом ничего Это что такое, бля? Покемоны Приехали в Вавилон На вот этой А6 Приехали вот пацанами Соник Стор Вы новые тачки смотрите Они мне позвонили, говорят Бля, помоги, мы хотим тачку купить Типа, ты шаришь в тачках Нам надо срочно Вы хотите тачку купить, да? Да, это малолитражка уже не вытягивает Какой бюджет? Какой бюджет у вас реальный? Ну, 3,5 Нет, 4, не заходи так далеко Ну, 3,5 3,5 Вы заработали их на шмотках Типа, продавая шмотки Заработали Тут стоит вот такая вот RS7 По-моему, у нее 180 тысяч пробегов По-моему 180 Ну, я не помню Она либо тут стоит Либо в Ясенево Ты смотрел ее туда? Ну, нет Но мне кажется, она вам подойдет По сути, та же машина, что у тебя сейчас Не, 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 ауди на ауди Ты че, это RS7? Да и че, он хочет что-нибудь другого Она трахнет любого Ага, я тебя вы***ю, ты уж меня прости Это не просто ауди на ауди, на шоке не сможет Это RS7? Да я понимаю, что это RS7 Это не та ауди, которая у тебя На чем другую хочется просто Понятно, пойдемте Range Rover купим Выбираем, потому что они хотят, типа, одежду быстро заставлять Им надо резко заставлять одежду А не разводить хотят быстро Большой багажник, да Большой багажник им нужен Но я говорю, RS7 Е-купе, Е-200 Какой? Камури обгоняй Она стоит, правда, дохера Ладно, все, окончательно решили Вот эта машина Я думаю, это хороший вариант Бляд, на самом деле, очень сложно с ним выбирать Они вообще в машинах не разбираются И выбирают по цвету, знаете, как блондинки, типа У меня задача выставить вас как лохов А себя как профессионала, понимаешь? Я, конечно, утрирую Они не по цвету выбирают Ну, просто они какие-то по своим критериям, которые я понять не могу пока Прикиньте, вот эта машина 2005 года 2004 года 7,5 лям Я на том, куда все посылки вместе Громче еще покричи Ну, мне лично это вообще не нравится Топорная машина, вот Вот эти две машины, да Туда охуенный багажник Вот тут вот Вот на такой реально развозить можно Ну, вы, короче, один раз на ней колодки поменяете Можно потом дошки хавать Что-то умничает, там тоже снимает блог какой-то свой Переходите в сэм Так, у меня такой еще для вас вопрос На чем ты ездил самым мощным? За рулем именно ГЛЕ-шка 400 Понятно Ты? Короче, вам машина, которая будет 350 сил, 400 сил Покажется космосом, если Нет, 400 плюс точно надо ехать Ой, что ты, блядь Ты говоришь, зачем тебе такая мощность? Ты сядешь за рулей этой машины, стабилизацию если ты вырубишь Она тебя убьет нахуй Ты даже вот не поймешь, как ехать на ней Я поэтому и думал, как 43-ю И тебе говорил просто 43-я полный привод, она более такая молодежная и безопасная Реально вот в эти машины поместится дохуя шмоток Бентли, Бентайгу Да, да, всего лишь 11 миллионов Всего лишь? Нихуя ты мажор Вон, смотрите, смотрите, он стоит, он смотрит на вас Вон, он набью Дискавери Какой дискавери? Вон RS7 Да ну ты че В общем, я вам только ее советую, потому что она, скорее всего, стоит около до 4 точно Слышишь? Василий Уткин Эта машина реально бомба Понимаешь, она со старта прыгает, у нее ланч какой 3,7 машина едет, стоки 3,8 Это еще и рестайлинг Это машина для шашек Она для всего подходит Кроме дрифта Я говорю, что, наверное, ее вообще с светофора никто не ебет Эту машину? Да М5 Е63 Ну, про стоковую, если говорить Е63 объедет, да? Новая, Е63, конечно Она надежная Вам если вкладываться в тачку, у нее охота И заниматься ей там ебаться с ней, как с BMW Если выхлоп грамотно сделать, она рычать будет, как AMG Я бы на вашем месте именно такую взял, потому что она, скорее всего, где-то столько и стоит Сейчас пацаны, короче, ездят вот на такой Audi A6 рестайлинг Дисками от RS6 1,8, 190 сил, короче Вот реклама Да, тут есть Это новая тачка, ты не можешь так делать Пойдемте, ладно, МРСС посмотрим И потом сделаем тест драйв на эту бричку Пацаны уже попросили, обычный контент какой-то, не заоблачный Вот, пожалуйста, реальные пацаны поднялись Сейчас вот выбирают с тачку Не выбирать какие-то там Lambo, бля Или там Bugatti, нахуй А обычные машины там Ну, а для вас тоже нихуя необычная Но тем не менее Машины средней руки Машины как средние руки За 3,5-4 миллиона выбирают машину На которой ездить, доставлять заказы, кайфовать Шашки, потоки делать, гавлог Полить, залететь и так далее Ничего себе тут Как тачки загоняют, если вы не знали Вот на эти лестницы, вот так и загоняют Вон Ц-43, смотри, купе какая стоит А вот ЦЛА, 35 АМГ Короче, сейчас сидим Они поняли, что у них бабок хватает только на РС-7 180 тысяч пробега Кстати, хороший вариант, я не знаю, что вы Сунат бы купил, что вы думаете вообще? Ниссан Экстрейл Сколько вы за год заработали, типа? Не знаю, сколько заработали, по чуть-чуть, по чуть-чуть и накопили на что-то А что вы просто франшизы не напродаете И купите машину за 5-6 миллионов? Франшизы? Блин, ну мы что, не по цыгане У нас всего две франшизы работают сейчас Но это очень много времени забирает Чтобы они реально функционировали и приносили ребятам И нам, и им Мы, конечно, можем продать 20 франшиз без проблем Знаешь, типа, ребят, супер выгодное предложение 10 тысяч платите Ну это ж хуета И втираешь мне какую-то дичь Мы такие, да, как какие-то бизнесмены Все они такие в лаунже, в мерседес, типа Но сейчас мы придумали, как это все грамотно упаковать Не франшизы Не франшизы, не франшизы Смотри, а вот эти Валентина В невъебическом качестве стоят сейчас 15 тысяч Оригинал стоит 45 Да Сейчас такие пацаны в комментариях Блядь, продают, пальку, е-моё Вот они стоят 15 Мы что делаем Мы продаем абонемент, можно сказать, по жизни Человек платит там либо 7 тысяч, либо 15 В зависимости от того, какой пакет он покупает И он получает перманентный, навсегда абонемент на оптовый цены То есть вот эти Валентина сможет взять за 8-8 с половиной Мы дадим большое количество заказов фабрикам Они нам дадут скидки Все максимально просто Вот эта птичка, например, будет стоить не 10 тысяч, а 5 Но это не для всех Заплатив один раз, ты всегда будешь получать по ценам, которые типов Это даже не 5, скорее всего 4 Ну да, около того Все от объема зависит Но это минимально То есть за счет того, что вы это добиваетесь За счет того, что повышаете объем И вам тогда производство делает скидку И вы готовы по этим скидкам продавать Да Умно так-то Как думаешь, хейтеров много будет в кредитах? Насчет чего? Насчет того, что продают парень А какая нахуй разница? Я вот на самом деле вам скажу так Я вот эту хуйню вообще не признаю И считаю, что Ну типа, мое личное мнение Я вот не стал бы носить Я бы лучше в Заре закупался Ну они мне сейчас только что рассказали Столько у них Ну не будем называть имена, правильно Мы же не можем Столько звезд, хоккеистов, футболистов и так далее у вас закупается Мне они показывали реально Но типа это нельзя говорить Потому что некрасиво будет Люди же как бы выдают себя за оригинал Ну это тема для тех, кто любит шмотки Кто не хочет переплачивать То есть Это не для всех пацанов Они на этом зарабатывают Кто-то другой бы на этом зарабатывал То есть они не занимаются криминалом там Или что-то такое Это нормальная вещь Они продают вещи Просто топовые реплики Типа кому не нравится Кому не нравится эта вся движуха Мы вас прекрасно поливаем Не все кайфуют от брендов Я кайфую, он кайфует Человек, который закупают У которых есть бабки Кайфуют, не переплачивая за бренд То есть это все чисто Но качество они получают то же самое Да, да, да Просто покупаю Блядь, ну что касается качества Столько клиентов уже У нас нет на Onyx Store Ни одного хейтера Это не для пиздера сейчас говорю Вот нет ни одного человека Который бы заказал И сказал Ебать, меня нагибали Или мне пришла хуйня Ни одного человека не найдете Ни одного Это не пиздеж Как вы машину купите Вы меня позовете Типа реально Машину купите Позовете Мы тест-драйв на нее сделаем Прям боком на кутузе взлетим Шашки сделаем Точно, но Это не... Просто они не гонщики Понимаете Они же шмотками занимаются Пойдем Пойдем делать на А6 Пойдемте А6 Дест-драйв сделаем Это их ауди Черное потолок Как вам не висит Да, смотрите Это черное потолок Ролит РА6 Да какой РА6 Это РА6 Это С-Лайн просто Это мне что ли ты? Нет, это клиент Может кто-то Заценит Можно? Да А что это? Это макуина Такие типа на большой Жирной подошве? Да, да Бабские? Чекай комплектацию А что, вот это все дается тоже? Да, да На это все дается Пыльнички Пахнет, кстати, как будто Из суммы Да, да Это оригинал типа? Нет, это не оригинал А это какой размер? Бабский, да? У суммы такие есть, кстати Блё Может мне тоже такие купить Только не у вас? В смысле нет? Да потому что Типа я оригинал даже Лучше снимай дорогу Шашки, хе-мое Так, короче Снимаем Снимаем этот Галмагу Обучать его Хасан Смотри, первое Тебе надо рычаг Селектора КВВ На себя дернуть один раз Чтоб был у тебя С-режим Нет Смотри, туда вот так И динамик Давай, давай Газпол делай, газпол Дорога могла Как едет она Как вообще Для пацанов 19-20 лет Такая машина Нормальна, как вы думаете? Какой-то хуйни Хочется, знаешь Пока мелкий Почему? Пока молодой Хочется типа быстро Давай стабилизацию выруби Выруби стабу Вообще на хуй Выруби ее Рубрика эксперимента Нет, вообще Держи ее Три секунды надо держать Держи Держи Тебе еще раз В пол, в пол, в пол Ебать, она шлифует Ты видел? А шалеет Че за аппарат? Даже бык в ахуях Бык даже в ахуях Ребята, мы перемещаемся На, по-моему Две недели Или неделю вперед В будущем уже Как вы можете заметить Это та же самая РС-7 Но ее купил не Ваня с Денисом А Ваня просто И Ваня другой Он занимается биткоинами Поэтому Можете позволить машины Так как курс сейчас Вот такой вот Вот Поэтому он купил Эту Ауди Даже не раздумывая Я могу там пробег Стосим будет Насрать Давай купим Чисто для контента Угорать будем И так далее Че вы уже успели сделать Во-первых, помыть На супердорогой мойке Называется мойка Космообслуживания Так она выглядит Машина, кстати В идеальном состоянии То есть Она на пробег 50 реально При этом она вошлась Тебе сколько? 3 миллиона, да, ровно? Да Смотрите, какая красивая Ауди РС-7 Реально вот, ну Блин, я не знаю Она очень актуально выглядит Даже с учетом того Что у нее супердревний салон там Вот пробег Чтобы вы не думали Что мы что-то врем Смотрите Для 180 тысяч пробег Смотрите на сидение Смотрите на руль То есть руль, ну естественно Да, он затертый Но для 180 тысяч Окей Тем более Ваня будет Перешивать его в Валькантару Что ты сделал на этот момент? Я сделал чип E-Tuners На 740 сил Сейчас мы доработаем Еще пару моментов Будет где-то под 800 И я сделал Доунпайпы Разумеется Бескат Чтобы она была громче Тут не газуй Потому что тут отделение милиции Сейчас в другом месте Это сделаем А то сейчас примут В милицию не надо Никогда не надо В милицию Просто посмотрите на эту соску Просто Вот так вот даже Прикиньте Вы бы не взяли Ну да Пробег меня вот тоже смущает Но Ваня не смущал Да нет Понимаешь Были другие машины Мы же смотрели меньше пробега Но они мне вообще не понравились А это охуенно Во-первых На видео это очевидно выглядит Как черный цвет На самом деле Она темно-фиолетовая Что прям Интересно С фонариком Сидеть будет? Я думаю да О, вот здесь должно быть видно То есть она темно-фиолетовая В планах у тебя что? Поставить еще больше мощности сделать? Да Затонировать в хлам? Затонировать само собой Еще нужно поменять свечи И собственно все Будет под 800 сил Ты делал диагностику уже? Что тебе сказали Не так с ней? За 100 тысяч Все заебись И сервисы охуевали Да типа от пробега? Причем в двух сервисах Денис Ваня вам привет Вот вы не купили А Ваня купил Сейчас мы покажем На что эта машина способна Вообще Что она может И так далее Валя как обычно Выхлопа у этой машины Это самое основное Что мне больше всего нравится Реально Посмотрите просто на ее жопу Какая жопа Вот даже не побоюсь Вот знаете Жопа Вот это жопа Ну жопа какая Вот ставьте лайк Вот я даже не очень люблю Audi Но эту машину Невозможно не любить Тем более послушайте звук На даунпайпах Без катализаторов Но все равно Он был таким уже То есть он просто чуть-чуть усилился Ой нет 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 Не делай дамага Не делай дамага Не делай дамага Из-за того что у нее Это встречка братан Все камера включилась Дикий зверь проснулся Эх зря ты так делаешь Аккуратнее 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 Мага Дикий лев Ой бля Ебать На разметке подскальзывается Бля вот пацаны Вот на это Пацана посмотрите Не скажете Что он какой-то агрессивный Дикий Я вам так скажу Это в натуре лев Смага бля Лев Спорт стабилизация Она не зацепится Она может на стабе Кое-как зацепиться Сейчас посмотрим Как разгоняется 740 сил На летней резине По разметке Да По разметке По мокрому Асфальту И так далее Зацепа нет Зацепа нет А то потом Пизде Эхо Она едет Надо Надо встать С М5 Стоковая Думаю Она ее уничтожит Просто С Компетишн Даже Шалей Она подрывается С 70 Пром Четырмя колеса Звук Бомбы У нее прям Да 200 Погутут На летней резине Мокрое Все Стыки Стыки Пытаюсь Передать звук Давай Все равно Не передает Камера Звук Этот Давай На резке Чисто В отсечку Всегда На дубасе Стаба Бля Полный привод Резка Конечно Это зимний Корч Реальный Ну да Кстати Здесь Что-то На Их Не Размотался Бог Не Дамага Не Дамага Дамага Собачка Говорит Машину Несет Здесь На этой Штуке Вот тут Дрифтить Надо Ебать У меня Слово Других Нет Зацеп Появился В моменте Ошалеть На самом деле Я дрестись Вообще Особо Не умею На полном Приводе В принципе Несложно Ну да То есть На полном Ну я всю жизнь Почти ездил На полном Приводе Поэтому У меня есть Привычность На задней Я ничего Нормально Не сделаю Мне кажется У этого Человека Еще БМВ Аудио 8 Который Продал Вчера И теперь Он хочет Купить Еще одну Машину Которую Мы пока Не будем Варить Потому что Он хочет Купить Для видео Для Сторисов И так Далее Ой Мага Мага Ой Мага Бля Тихо Тихо Ваня Бля Колья Жесткая Здесь Пахнет Резиной И ушел В космос В этом Кайф Рез Просто Дал Ушел На самом деле Про Рез Зимой На хорошем Зацепе Она тоже Ушел Будет делать Она Дал Не будет Дал Дал Тоже Правда Не Дал Дал Сделает Но Просто Дал Дал Коробка Сделает Ну Кстати Не факт Это Не БМВ Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...